Звучит музыка Звучит музыка Благодаря инициативе полицейских Ее поддержал правящий архиерей И благочинный города Челябинска Протеерей Борис Кривоногов Мы все прекрасно понимаем Что и воспитание подрастающего поколения И традиции нашего Отечества И православия Это все благое дело И я очень рад Что и сотрудники Нашего управления И пассажиры смогут обратиться За помощью Господу И я думаю это будет помогать В дальнейшей в том числе и службе Новая часовня полностью деревянная Только маковка наверху Светится по золотой Установили ее как раз рядом с пешеходным мостом Через железнодорожные пути Место весьма многолюдное и проходное Раньше на этом месте были Старые заброшенные сараи и гаражи Когда сотрудники линейной полиции Навели здесь порядок И расчистили территорию То приняли решение построить тут часовню Чтобы жители этого микрорайона Пассажиры вокзала Да и сами сотрудники управления Могли в любое время прийти сюда Помолиться Поставить свечу Побыть в одиночестве И подумать о самом главном У любого сотрудника МВД Очень напряженный труд Если говорить про наше линейное управление То это 2,5 тысячи километров Дороги железной Вы наверное представляете что это такое И везде мы должны обеспечить правопорядок На транспорте и на вокзалах и в аэропортах И на железной дороге И однозначно Это часовня здесь не помешает Очень символично Что часовня расположена Рядом с главными подъездными путями к городу Ведь иверскую икону Божией Матери Также называют вратарницей Этот святой образ Издревле встречал православных путников И паломников При входе в монастырь или город Каждый имеет возможность Теперь зайти пообщаться Не отрываясь со службы Или в период несения службы Это великое дело И с учетом того что Вратарница Владыка святых уже сказал Будет охранять подъездные пути И в целом город И сотрудники Те которые непосредственно Суду службы Будут иметь возможность Получать от нее благодать И просить Господа Бога О своем самом сокровенном Вот так и родилась эта идея По окончании чина освящения Митрополит Никодим Поблагодарил всех Кто участвовал в возведении часовни В списке не только сотрудники И руководство Челябинского УВД На транспорте Но и их сослуживцы Из других регионов Уральского федерального округа И даже Москвы Все они сегодня Собрались вместе Чтобы поучаствовать В торжественном открытии часовни Строителям, благоукрасителям И меценатам Владыка вручил Митропольичи грамоты И благодарственные письма Для всех жителей Города Челябинска Сегодня радостное событие Ибо в нашем городе Появилось еще одно Святое место Которое будет освящать Город Челябинск Благодать Божия Будет снисходить на землю Челябинскую И мы будем этому радоваться Потому что Господь дарует нам Крепость душевных и телесных сил Это еще одно свидетельство о том Что наш город Челябинск Это прежде всего православный город Строительство шло очень легко Потому что были Очень добрые помощники Которые вкладывали в этот труд Можно сказать всю свою душу Каждодневно заботились о том Чтобы часовность строилась Как можно быстрее И как можно красивее И конечно же им от нас Глубокая благодарность В торжественной обстановке Строители вручили благочинному Города Челябинска Протеерею Борису Кривоногову Ключ от новой часовни А затем на память о знаковом событии Владыка Никодим Вместе с кураторами строительства Посадил возле здания Молоденькую голубую ель Новая церковь построена в Чебаркульском городском округе На разъезде Кисигач 12 июня ее осветили В честь святых мучениц Веры, надежды, любови и матери их Софии Чин великого освящения Совершил митрополит Челябинский И златоустовский Никодим Возведение храма стало Инициативой местных жителей Храм всегда значимость придает Сразу же поселению Поэтому должен быть Тут очень много молодежи у нас здесь Живет с маленькими детьми Вот ждут, когда осветят Крестить хотят Там мельчатся уже люди Поэтому нужно Просто зайти посидеть На торжество собралось множество людей Храм окропили освященной водой Стены помазали святым миром Некоторые молитвы читали на коленях Напоследок верующие по традиции Обошли храм крестным ходом После освящения храма Митрополит Никодим совершил в нем Первую божественную литургию В имя Отца и Сына и Святаго Духа Аминь Сегодня, братья и сестры Был совершен чин освящения Этого нового храма И когда вспоминаем мы Праведные труды тех людей Которые усердно потрудились В деле строительства этого храма Невольно вспоминаются слова Которые произнес Господь наш Иисус Христос Возносясь на небо Перед своими учениками Иже крестится И веру имеет Спасен будет А Иже веру не имеет Осужден будет Часто люди задают вопросы А что надо сделать для того Чтобы спастись И первый ответ Крестись И когда думают Что другие люди Которые не восприняли таинство крещения Которые пускай живут благочестиво Усердно молятся Каким-то своим неизвестным вещам Если они спросят А спасутся ли они Господь дал тебе ответ Хочешь спастись Крестись Но само по себе крещение не спасает Нужно еще иметь дела веры Иже веру имеет Спасен будет Многие люди Приняв таинство крещения В юности В детстве А порой даже И Во взрослом возрасте Считают Что достаточно только покрестись Ну можно друзьям показать крест И сказать Я православный И при этом не делать никаких дел Дел Которые свидетельствовали о человеке Как о том Что он действительно живет По заповедям Божьим И является Последователем Господа нашего Иисуса Христа Христианин Многие забывают о том Что вера без дел Мертва есть Порой человек об этом не задумывается Всю жизнь И думает Что обязательно Будем спасен Как же бывает страшно Как же бывает ужасно Человеку Когда открывается Пред ним Правда его жизни Когда человек Предстает Предспасителем И видит человек Что все Он упустил Дана была ему В таинстве Крещения Благодать Был он Облечен В чистые Ризы Жизни духовной И сам От себя Отверг Все это Как горько Тогда человек Рыдает Как Выпиет Как ругает Самого себя Своих Близких Которые Вовремя Не подсказали Не указали А порой Может даже И не заставили Его Жить так Чтобы спастись И вот сегодня Мы видим Свидетельство Дел Веры Построен Храм В наше Время Время Сложное Построить Храм Очень Трудно А что Такое Храм Это то Место Где люди Спасаются Где Призабильно На человека Изливается Благодать Божия Где Земля И Небо Соприкасаются Подобно Свече Возжигается Храм Здесь На земле И за Каждой Божественной Литургии Которая Будет Совершаться Спустя И сто И двести Лет После Настоящего Дня Будут Вспоминаться Благотворители Благоукрасители Святаго Храма Всего Забудут Тех Кто стоял Во главе Этого Села Забудут Тех Кто Руководил Через Двести лет Кто о них Вспомнит А вот Те Кто Построил Этот храм Будут Помнить Всегда Пока Этот храм Стоит И в Царстве Божьем Действительно Эти люди Получат Достойную Награду Каждому Из вас Желаю Найти Время Совершить Добрые Дела Дела Любви Дела Милосердия Дела Которые Свидетельствовали О вашей Вере Чтобы Действительно Засвидетельствовать О себе Что я Верный Ученик Христов И Господи Всю свою Жизнь Старался Восхвалять Тебя И творить Добрые Дела Архипастер Наградил Грамотами Наиболее Активных Участников Строительства Благочинный Чебарпульского Округа Протерий Димитрий Егоров Сердечно Поблагодарил Архипастеря За посещение Поселка И совершенное Богослужение Рождение Нового храма Это как Рождение Ребенка Даже Наверное Больше Та радость И строителей И простых Православных Христиан Города Чебрукуля И очень сложно Переоценить Но поверьте Эти сердца Сегодня горят Благодарностью И желанием И трудиться Во славу Матери Церкви И больше Больше Созидать Больше года Местные жители Собирались На молебны В строящемся Храме Так сложилась Православная Община Теперь же После освящения Тут будут совершать Все церковные Обряды И таинства А главное Здесь будут регулярно Служить Божественную Литургию Скоро в Челябинске Начнется Возведение Храма В честь Святого Иоанна Богослова Идея Получила Одобрение На недавних Публичных Слушаниях Церковь Разместится В центральном Районе В новом Жилом Массиве Тополиная Аллея В день Памяти Апостола Христова Настоятель Будущего Храма Иерей Евгений Побирченко Совершил Первый Молебен Тополиная Аллея Район Новый И быстро Растущий На пересечении Улиц Академика Сахарова И братьев Кошириных Где скоро Взметнутся К небу Золотые Купола Звучат Церковные Песнопения На богослужения Собрались Прихожане Будущего Храма Верующим Апостол Иоанн Богослов Известен Как Любимый Ученик Христа Спасителя Автор Одного Из Евангелий Вошедших В Новый Завет Знаменитые Слова Кто не Любит Тот не Познал Бога Потому что Бог Есть Любовь Написаны Именно Этим Учеником Господа Очень часто Учебные Храмы В каких-то Семинариях Или в академиях Посвящают Иоанну Богослову И вообще Молятся Ему О даровании Вразумления Прибавлении Ума Взять Пример Со Святого О том Как Можно Достичь Таких Высот Богопознания Таких Высот Знаний И мудрости Будучи Простым Рыбаком Изначально То есть Как с Божьей помощью Как через молитву И праведную жизнь Можно получить Такие знания Которые Мудростью Превосходят Всякую Человеческую Премудрость Отец Евгений Также сообщил Что православная Община Уже получила Все необходимые Разрешения Для строительства Сооружение Каменного храма Потребует Значительных Средств И времени Оно Продлится Не один год Но верующие Не отчаиваются В этот период Они будут молиться Во временном Деревянном храме Возведение Его Уже началось